Тумсо, ты же с другой стороны понимаешь, что Ичкерия все равно бы проиграла войну и без предательства Кадыровых, как в таком случае быть, воевать до конца? Тумсо, если бы Грузия, Армения и Азербайджан вступили бы в Евросоюз, Чечня вступила бы тоже? Нет, я думаю, что Чечня, ее никогда не примут в Евросоюз, потому что для принятия в Евросоюз нужно полностью там свое законодательство подвести под европейское, а это в принципе невозможно для чеченцев. Поэтому я думаю, у нас с Европой, с Европейским Союзом могут быть тесные партнерские отношения, но членами Европейского Союза нам вряд ли мы сможем когда-либо быть. Тумсо, почему благополучную Турцию они берут в Евросоюз уже 50 лет, а нищие Молдавия, Украина и Грузия собираются вот-вот вступить? Или, главное, быть потерпевшим от России? Я же говорю, для вступления в Европейский Союз там законодательство государства должно быть полностью подведено в соответствии с канонами Европейского Союза. То есть есть некие правила, некие вводные, так скажем, законодательные акты, и им должно соответствовать законодательство твоего государства. У Турции, я так понимаю, оно не соответствует. Ну, для, как бы, мусульманского государства, в котором большинство проживающих являются мусульмане, никогда государство не сможет соответствовать всем вот этим правилам вступления в Европейский Союз. Поэтому, наверное, и не вступает. Почему Россия отпустила огромные земли в Средней Азии, стратегически важные территории в Европе и Закавказье, но не отпускает Чечню? В чем важность? Кирилл Леонов. Это надо, наверное, спросить у этих товарищей в Кремле. Почему им так важна Чечня? Хотя я, мое чисто мнение, я думаю, что тогда на рубеже создания новой Российской Федерации во времена Ельцина, я думаю, просто вот эти вот люди, которые были сторонниками, ни в коем случае не отпустить, они просто взяли вверх. Там вот наверняка было две команды. Одна команда говорила, что допускай берут, кто хочет, там пусть становится независимым, нам лучше отпустить и построить нормальные отношения, там и бла-бла-бла. И были те, которые говорили, нет, никого не отпускать, все должны быть, вот там, восстановление союза, там чуть ли. И, к сожалению, в какой-то момент вот эти вот люди, они победили и Чечню решили удержать силой. Тумсо, ты же с другой стороны понимаешь, что Ичкерия все равно бы проиграла войну и без предательства Кадыровых, как в таком случае быть, воевать до конца? Нет, я этого не понимаю, я не разделяю эту точку зрения. Проигрыш – это следствие каких-то допущенных ошибок. И если этих ошибок не допускать, то проигрыша не будет. Поэтому, что касается предательства и других каких-то ошибок, которые были совершены нашей стороной, это все и привело к проигрышу. Если бы не было тех ошибок и не было бы предательства, не только Кадырова, там ведь не один Кадыров перешел на сторону России, там их было немало, Ямадаева, там и прочее, если бы мы все были бы единым кулаком, выступали бы против этого агрессора, то я думаю, что как и во время Первой войны, Аллах даровал бы нам победу. Асаламу алейкум. Тумсо, как думаешь, если бы Дудаев был главой государства, какое состояние страны было бы? Алейкум асалам. Я думаю, у нас был бы очень достойный лидер, очень грамотный, умный, и он привел бы наше государство к успеху. Тумсо, какие страны наиболее безопасны для политбеженцев из России, в частности для кавказских мусульман? Какие страны меньше всего выдают политбеженцев и наиболее холодно относятся к России? Ну, я такой топ не проводил, поэтому, я думаю, наверное, по возможности человеку безопасней будет, если он мигрирует по США или в Канаду, подальше от России. Ну, а если выбирать из каких-то европейских стран, то здесь в каждой стране есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. И все-таки нужно смотреть индивидуально положение конкретного человека. Тумсо, почему у тебя нет аккаунта в Инстаграме или Фейсбуке? Потому что меня блокируют там, то есть, если я завожу там официальный аккаунт и веду какую-то публичную деятельность, выкладываю посты, провожу эфиры, то меня блокируют. Поэтому я решил этого больше не делать. У меня, конечно, есть аккаунты и в Фейсбуке, и в Инстаграме, но это аккаунты, на которых я не веду публичную деятельность. То есть, это скорее только для мониторинга. Я могу просматривать ленту там и в Фейсбуке, и в Инстаграме, но никакой публичной деятельности я там не веду. Как-то не сложились у нас с этим Цукербергом отношения почему-то. Порядка десяти моих аккаунтов в Инстаграме были заблокированы, и один мой аккаунт в Фейсбуке тоже был заблокирован. Без возврата. И в большинстве случаев здесь врачи как бы рекомендуют тебе ту или иную вакцину в зависимости от твоих показателей, твоих анализов, твоего здоровья, каких-то там аллергических и побочных эффектов и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok